Видишь вот эту точку? Отсюда видно что ли? Ну как, видно конечно, вот же он на экране. Видишь, он облака рядом, чуть выше облака белый, он уже длинненький, конечно, солнце через 6 минут стоит. Вот это вот, посмотри, сейчас я тебя подведу чуть-чуть, в окулярку, вилянешь, старайся штатив не зацепить. Вот сюда, посмотри, полночное солнечное. Видишь, он освещен с одной стороны солнцем, часть правая, чуть-чуть уже спрятался. За облако что ли, да? Да, не видно. А, сейчас уже, знаешь, проявляется, ну облака мешают, да. Да, видно. А это фотоаппарат, да? Да, да, ультразума, некая, по-моему, ХП-1000. Да. 125-крат увеличение, увеличение у него оптическое, так, что практически через бинокль смотришь через телескоп маленький. Вот мы видим, сейчас, сейчас лучше, что не надо. Видишь, там, когда мы рассмотрим, даже по каждому шапку со льдом видно белую, внизу слева. Подглядим, сейчас хорошо, блэкар зашли. Слева внизу у него такая беленькая точка. Вот это вот улет на Марсе. Спасибо вам большое за что. Не за что, не за что. Ну, по-моему, Марс хорошо получается. Так, 20 августа 2020 год, Харьков. 5.28 погиб. Уже ради спортивного интереса стоит дождаться восхода Солнца через несколько минут. Удивительно, что до сих пор видно Марс. Конечно, не зная, где он находится на небе, его уже просто на голубом небе не разглядишь. Тем паче за такими облаками. Венеру при свете Солнца я наблюдал. Но вот Марс... Ой, как хорошо это белое пятно внизу видно вообще. Да, вот даже облака Добавляют иногда... Добавляют иногда... Пользу приносят, снимая часть засвеченности, яркости, которая дает такое неправдоподобное револ сияние. Какую-то ауру. Так, и еще я хочу, чтобы облачко с Венеры ушло. Может, получится в одном дубле и Венеру снять. К тому же такое не очень явное облако. 114 миллионов километров до Венеры, до Марса, около ветерок поднимается. До Марса всего-то 81. А 13 октября будет 62 с половиной. Практически великое противостояние. Великое противостояние это 60 миллионов километров. И бывает оно, по-моему, вообще только раз в 20. А в этом году, еще в декабре, точно будет происходящее раз в 20 лет события. Юпитер и Сатурн будет слияние. Они подойдут настолько близко, что для невооруженного глаза будут смотреться как единый объект на небосводе. Ну, конечно, если погода позволит. Фотоаппаратик мы попытаемся его рассмотреть. Различия между ними. Все, вижу Венеру. Поехали, ребят, Венеру снимем и закончим дубу. Совершенно потрясающе. Уже абсолютно светло. Так, вижу, вижу. Вижу, да не вижу. Ладно, думал ждать пока выскочим. Ха! Поехали! Да… Не ты, Венера. Покажись… Представляешь, это ровно на том месте, где должна быть Венера, прилепилось это облако, ладно, пошли опять к Марсу, а я его уже и не найду, да, уже все слишком светло стало, нету ориентира, по которому его можно зацепить. Переключились на Венеру, потеряли Марс, ну хорошо, так тоже бывает, вон она ее, ну не прячешь ты, родненькая, ради тебя мы в этот раз прощались с Марсом, а ты одно сбегаешь. Облака уже сильнее Венера, затмевает. Жаль. Так, сколько это у нас, это у нас 5.33, но уже Солнце встало. Солнце встало, а мы в это время разглядывали Венеру и Марс. Ну, Венеру-то не странно, а вот Марс меня удивил. Тем, что до сих пор видим, ну по облакам видно, что уже Солнце их освещает. Все не покажется больше, да, Венера, ну хорошо.